Более 40 тысяч уникальных предметов, среди которых бивни мамонта, коплевидный шаманский бубен, ненецкая кукла, которая предсказывала исход болезни и тысячи судеб, запечатленных в фотографиях. Сегодня Ненецкий краеведческий музей отмечает 85 лет. Круглую дату сотрудники отметили не пышным праздником, а по традиции открытием выставки, которая рассказывает посетителям о прошлом и настоящем старейшего окружного учреждения культуры. Путешествие во времени удалось совершить и нашей съемочной группе. Любовь Пермякова продолжит. Сегодняшний день стал настоящим праздником не только для музейных сотрудников, но и для всех жителей округа. Ведь некоторые предметы на выставке 85 плюс представлены впервые. Один из них – шаманский бубен, который недавно отреставрировали. Это уникальный коплевидный бубен шаманский, который был сделан по указанию известного, очень сильного шамана Большеземельской тундры Ивана Петровича Литкова, или, как его называли, «Неп-Ямп-Ваню». А русское население его называло просто «Ванюшка». Кроме бубна, на выставке представлены шаманские идолы конца 19-го, начала 20-х веков. Расписной скуд для ловли наваги, зуб мамонта, украшения. Есть, например, и человекоподобная кукла. Она имела для ненцев огромное значение. С ней женщины рожали первого ребенка. Сколько на кукле было пани, столько и детей было в чуме. Особое место на выставке занимает ненецкая сумка «Тучейка». «Тучейка» – главный аксессуар женского наряда. В ней ненецкие красавицы хранили необходимые предметы в быту. Именно это изделие было выбрано символом Ненецкого краеведческого музея. Ведь ее сотрудники тоже бережно хранят наследие времени. Изображение «Тучейки» теперь украшает печать и значок Ненецкого краеведческого музея. Логотип можно встретить на афишах, наглядных пособиях и брошюрах. Вообще, на выставке, которая представляет собой интерактивное пространство, можно не только посмотреть уникальные предметы, но и совершить путешествие во времени. Одна из ее основных частей – это историческая лента времени, которая охватывает фактически всю историю нашего музея, начиная с 30-х годов вплоть до современности. Здесь на этой ленте отмечены основные даты истории нашего музея, выдержки из документов, также фотографии, то есть иллюстративный материал. Выставка «85 плюс» – это часть уникального проекта «Наследие времени», который стартовал в начале этого года. Он включает в себя серию выставок, мероприятий, интерактивных программ. Проект не просто рассказывает об основных вехах развития старейшего учреждения, его достижениях, но и знакомит наринмарцев и гостей Заполярной столицы с предметами, пополнявшими фонды музея на протяжении всей его истории. Кстати, сама история учреждения началась в далеком 1934 году. Именно тогда музей получил помещение площадью 60 квадратных метров. В то время его фонды насчитывали 316 единиц хранения. Сейчас более 40 тысяч предметов. Этнографические коллекции ненецкого коми, русского наследия, художественные собрания, фото и документальные материалы по истории и культуре округа 19-20 веков. Коллекции палеонтологии, геологии и археологии. Сформирована уникальная научная библиотека, которая содержит свыше 7 тысяч томов по краеведению.